привет друзья с вами канал удивительный мир животных сегодня в этом видео все самое интересное о черном медведи барибали несмотря на свой довольно грозный вид барибал обычно не представляет опасности для человека и своей агрессии не проявляет за весь двадцатый век было зафиксировано лишь 52 случая нападения на человека в основном медведь может напасть на человека который мешает ему лакомиться на свалках или возле жилищ этот зверь привычный житель северной америки который встречается там от тихоокеанского до атлантического побережья от аляски до центральной мексики обитает во всех канадских провинциях и в 39 штатах сша из 50 в некоторых областях черный медведь стоит под угрозой полного исчезновения барибал обычно имеет черную шерсть и светлую морду на его груди иногда виднеется светлое пятно косолапые же братья из британской колумбии часто окрашены в кремово-белые цвета длина туловища у самцов достигает двух метров самка ниже на 40 80 сантиметров вес колеблется от 40 до 400 килограммов черные медведи имеют важную отличительную черту от прочих их уши не сильно опущены а плечи имеют некоторую выпуклость барибал относится к млекопитающим отряда хищник на сегодняшний день это самый распространенный медведь в америке в зимний период барибал впадает спячку берлогу обустраивать в корня гиреев предварительно выстелив ее сухой травой и листьями иногда медведь предпочитает просто вырыть небольшую яму распав там время снегопада способен он адаптироваться к проживанию и в районах близких к людям но только при условии достаточного количества пропитания черный медведь сумеречное животное в большей степени косолапые этого вида являются одиночными животными кроме самки с ее детеныши в тех регионах где образуется большое скопление медведей появляется настоящая социальная иерархия нельзя не упомянуть о высоком уровне интеллекта барибалов в них развита повышенная степень любопытства хорошо выстроены разведочные навыки навигационные способности также часто отмечаются зоологами как уникальное явление барибал всеядное животное рацион состоит чаще всего из ягод трав и фруктов в зависимости от местности могут меняться и пищевые привычки неизменным остается одно питаться косолапы старается высокоуглеводными продуктами с пониженным содержанием белка и жира несмотря на этот факт медведь может позволить себе полакомиться насекомыми рыбой или мясом мясо в свою очередь чаще всего в виде падали позвоночные редко становится пищей так как барибал не относится к активным хищником в периоды зимней спячки и весны медведь выживает благодаря жиру который он накопил перед зимовкой особенно это важно для самок ведь в течение зимы им нужно будет кормить медвежат весенние месяцы основной пищей барибалы является трава летом в рацион начинают добавляться личинки грибы насекомые желуди ягод во время нереста рыбы в районах канады и аляски медведи приходит ее ловить пары начинают образовываться во время течки самок которые происходят весь сезон до момента спаривания брачный сезон достигает своего пика к началу июля обычно самки черного медведя приносят медвежат ежегодно но иногда происходит перерывы в несколько лет беременность длится 215 дней рождение детенышей приходится чаще всего на февраль в памяти может быть как один так и пять медвежат которые при рождении весят порядка 300 граммов на свет барибалы появляется слепыми и беззащитными всю зиму они проводят в логове с матерью питаясь ее молоком отлучка происходит в возрасте 6-9 месяцев к тому моменту весь детенышей достигает 5-10 килограммов остаются малыши рядом с матерью до полутора лет самки барибалы очень заботливые мамы они трепетно относятся к своему молодому поколению обучая на протяжении всей совместной жизни всем необходимым навыкам самцы в свою очередь активного участия в воспитательном процессе не принимают но полностью берут на себя защиту своего потомства половозрелой самка считается возрасте 38 лет самцы 3-4 года однако свои права на самку они начинают демонстрировать по достижении 10 лет так как именно тогда их масса становится достаточно большой чтобы доминировать без драк с молодыми самцами у черных медведей имеется свой язык общения они поддерживают информационные навыки с помощью тела и мимики звуков и запахов своеобразные маркировки создают границы для других медведей также барибалы имеет крайне острое обоняние условиях дикой природы барибалы способны прожить порядка 30 лет но чаще их жизнь длится не более 10 лет из-за столкновений с людьми 90 процентах случаев гибель черного медведя происходит в результате охоты или отлова нередки случаи гибели медведей связи с дорожно-транспортными происшествиями однако в настоящее время делается все возможное для сохранения этого вида животного что же друзья спасибо вам за просмотр оставляйте ваши комментарии подписывайтесь дальше будет еще интереснее всего вам доброго и до новых встреч а